Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый, я отвечаю на ваши вопросы. Вопросы сейчас все больше идут по отоплению и вот у нас было видео о подключении радиаторов и где я сравнивал различные типы подключения радиаторов, боковое, диагональное и нижнее и я взял на себя смелость заявить, что нижнее подключение самое удачное, самое эффективное. На сегодняшний день очень много сыплется в мой адрес гневных, нельзя сказать, что обвинений, но есть и обвинения, как говорится, что я вроде, как говорится, что-то вру, что-то там кому-то чего-то не договариваю, но давайте разберемся, почему критикуют меня те, кто заявляет, что нижнее подключение плохо. Очень, значит, существуют две причины. Первая причина, потому что на нижнее подключение обычно вот эти вот мастера, горе-мастера, подсоединяют однотрубную систему, как ее называют, Ленинградка. На Ленинградке, конечно, качественно радиаторы не работают и на Ленинградке у вас однозначно будет, как говорится, радиатор работать не в полную силу, не в полную меру, особенно последний. Тогда, конечно, у вас же будет к этому делу вот такое отношение, что я чего-то, как говорится, наврал. Нет, давайте так, давайте брать хорошую систему, двухтрубную, лучше лучевую к электронную, и тогда будем сравнивать, что лучше, нижнее подключение или боковое, или диагональное. Вот. И еще те, кто собирает боковые подключения, конечно, они будут против, потому что им выгоднее делать боковые подсоединения, им выгодно диагональное, и даже существуют те, которые пытаются подачу сделать снизу, а обратку сверху, заявляя, что таким способом они избавляются от завоздушивания радиаторов. Нет, уважаемые. Чтобы избавиться от завоздушивания радиаторов, нужно просто-напросто правильно собирать систему. Потому что первое, начально, когда вы запитаете систему, да, в системе образуется очень много воздуха, и этот воздух, как говорится, нужно периодически удалять. Но отработав в течение месяца, потом уже дальше, практически никакого завоздушивания радиаторов нет. И это до тех пор, пока вы не сольете систему отопления. Система отопления заполненная будет годами и годами без всякого воздуха. При нижнем подключении никаких проблем в этом деле нет. Что происходит еще неприятности? Это вот когда у вас происходит частая смена теплоносителя, да, возможно образовываться воздух. Плюс тому, что если у вас вода несколько не соответствует тем параметрам, которые вот современные радиаторы, вот эти вот сплавы алюминия, которые мы, ну, не очень любим. Мы любим больше все-таки чистый алюминий. Хотя и сплавы алюминия, если качественные, тоже работают хорошо. Но есть сплавы алюминия, которые фактически силюмин. Там идет сильное взаимодействие вот этого сплава с водой, когда она имеет щелочную реакцию и выделение большого количества газов. Вот эти газы как раз и завоздушивают радиатор. Они же, как говорится, это показатель как раз, что этот радиатор долго не проживет. Поэтому не надо, как говорится, пенять на подключение. Надо просто разбираться, что у вас не так в системе. И заниматься подготовкой теплоносителя, если у вас теплоноситель не соответствует тем требованиям, которые должны быть для теплоносителя в системе отопления. И вот как раз вот эти критиканы, которые ничего не разбираются и критикуют. Плюс тому, что если ты критикуешь, ну возьми простые замеры сделай. Просто-напросто тепловизором. Они почему-то мне говорят, чтобы я это делал. Почему я должен это делать, если я в этом 100% уверен? Делайте тех, которые не уверены. Берите, как говорится, домашнюю работу и делайте замеры. И рассказывайте нам, что вы получили после этих замеров. Нет, по замерам никто не пытается критиковать. Потому что после того, как замеряют, все сразу успокаивается. А то там руками они пробуют, все, но руками не попробуйте. Тепловизор и вперед. Так что по подключению радиаторов снизу, я остаюсь на своем мнении, это самый удачный вариант подключения. Всего вам доброго. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok